Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь на парковке. Решил немного поснимать видос про, скажем-то, про свой велосипед. Многие просили сделать небольшой обзор на него. То есть, да, я как бы езжу и на старом велосипеде, и также вот я приобрел новый, это Merida Big Nine 100, такой вот оранжевого цвета. В принципе, ну достаточно хороший проходимый велосипед. Вот колеса 29 дюймов, очень удобно на таких колесах ездить и по бордюрам, и по всяким корягам, по кочкам, по лесу где-то, то есть удобно. Что хотел бы сказать про такие велосипеды. Вообще, как бы в Японии очень сложно найти похожий велосипед, имеется ввиду горный. В Японии не очень популярны горные велосипеды, потому как японцы в основном предпочитают дорожного типа байки, то есть это спортивные шоссеры и так далее. На горных велосипедах мало кто ездит, поэтому в магазинах их очень сложно найти. Этот велосипед я заказывал через фирму под заказ, и как бы они привезли мне его достаточно быстро, там, в течение двух недель, вот, с главного склада. Вот этот велосипед 2015 года, то есть модель, вот, то есть достаточно новая. Единственное, что, конечно, как бы вот гарантия на них всего год идет, они там два или три, как вот в России некоторые дают. То есть, ну это ничего страшного, в принципе, дороги здесь достаточно хорошие, и мало что ломается, и детали достаточно качественные продаются. Ну, что можно сказать, здесь, в принципе, здесь не очень богатый такой, скажем так, обвес. Передние переключатели идут Shimano Asera, задние Shimano Olivia. Вот, кассеты тоже Shimano идут. Так, а передние у нас, они, что-то плохо видно. Са... В общем, хрен его знает, что-то плохо читаемое. СРС Тур, или СР Сан Тур, по-моему, так вот оно называется, чтобы быть точно. Что еще поставил с дополнительной обороны сюда? Ну, что, хоть это и Япония, но бывает иногда, что, например, вот некоторые приезжие, там, туристы смотрят, а велосипед стоят не пристегнутые и могут взять покататься. Обязательно, то есть, это U-Lock, то есть U-образный замок. Вот, Абасовский я взял себе. Далее, что еще? Ну, багажник, это уже по желанию, кто хочет возить, например, грузов, мне удобно туда вот сумку всякие, там, сок, еще что-нибудь скидывать, там, одежду какую-нибудь, если еду куда-нибудь подальше, там, кататься. Вот, очень удобный. Багажник Топиковский идет, вот, сумка тоже Топик, она там идет с фиксатором, то есть, вот, ну, то есть, нажимаешь, и она вот назад отъезжает, то есть, ее можно также отсоединять, присоединять, когда у тебя удобно, что есть. Вот, с собой брать. Дальше, задняя сумочка, там, для ключей, для инструментов, для всяких, да, также фонарь задний обязательно, то есть, вот. Но, в данном случае, здесь вот фонарь сейчас, он, ну, как, бесполезен, потому что его не видно за сумкой, но, когда я езжу без сумки, в принципе, его видно нормально, то есть. Вот, сегодня, как бы, я не планировал ехать до вечера, поэтому прицепил сумку. Далее, что здесь еще? Ну, обязательно крылья, если в дождливую погоду или по грязи собирать сесть, я, в частности, езжу через эти, как называют, по горам, там, по грязи, крылья обязательно надо. Вот. Далее, что еще полезного? Ну, подножка, конечно же, стандартный велосипед идет без подножки, то есть, подножка обязательно тоже нужна, иначе вам придется его каждый раз к стене прислонять или на пол лажать, то есть, это, как бы, не очень хорошо. Далее, что еще здесь? Ну, фары я взял себе две, то есть, одна из фар это идет феникс, я не помню, модель там 20, что-то такое там называется, тоже хорошо достаточно светит. Вторая идет, там, секьюритинг, это, ну, она такая помощнее, конечно, но батареи больше жрет, то есть, если вот феникс, там можно недели, там, две недели ездить, ну, каждый вечер, там, то вот секьюритинга хватает, максимум там, ну, на 2-3 дня, если так пользоваться, то есть, постоянный. Вот. Вот еще тут велокомпьютер у меня стоит, но в данном случае я его сегодня отсоединил, но у меня на зарядке он стоит там, вот, сегодня без него. Так что, в принципе, ну, вот и все, ну, ну, передняя вилка идет, тоже обычная SR Santur XCM, вот, меридовская, то есть, это самая, ну, стандартная, на 29-ти дюймовые колеса, вот, а, ну, передние переключатели, вот, у нас идет Altus, вот, видно, да, Altus-овские передние. В принципе, монеты мне достаточно нравятся, очень такие плавные, хорошо переключают, четкие, то есть, лучше, чем вот такие крутилки такие, на руле, вот, у меня на старом велосипеде крутилки были, то есть, не очень удобно ими переключать. Далее, что еще? А, ну, зеркала себе поставил. Ну, зеркала, как бы, пожелание, кто-то кому-то нравится с зеркалами, кому-то нет, то есть, мне, как бы, после мотоцикла удобнее с зеркалами ездить, очень хорошо видно дорогу сзади, кто едет, например, когда на обгон идешь, не надо головой лишний раз скрутить и отвлекаться на это. Далее, что еще? Ну, тормоза идут, это Tectra AORIGA, на сами колодки, ну, как тормозные ручки, вот, а колодки, ну, колодки тоже такие же Tectra AORIGA идут, вот, дисковые тормоза, в принципе, достаточно хорошо тормозят, я считаю, ну, в принципе, больше его и не надо, то есть, можно и при желании резко остановиться, и можно и плавно ему остановиться, то есть, как бы, ими, то есть, достаточно такие хорошо сбалансированные тормоза, не надо ничего там самому там регулировать больше, то есть, как бы, все с магазина идет нормально, и что еще понравилось, то есть, как бы, на велосипед сразу идет, то есть, сервисная вот гарантия здесь вот идет, то есть, это от магазина, плюс от завода еще идет производитель год гарантии, как бы, да, велосипеды Merida, по-моему, собирается, я не помню, кто ли в Тайване, по-моему, вот, но качество сборки достаточно хорошее, вот, собирает его, как бы, ну, не частично в Таиланде, потом он приходит в Японию, его здесь дособирают в магазинах, в принципе, мне понравилась сборка, я после них, конечно, проверял, но что-то недокрученного я не нашел, все достаточно хорошо, ну, как бы, скручено, все отрегулировано, все как надо, и сервис, конечно, у них прям, я бы сказал, на высоте, вот, как и на сварные швы, тоже достаточно хорошо сделаны, вот, то есть, рама достаточно крепкая, при этом велосипед, как бы, он не тяжелый, он, в принципе, легкий, это алюминиевая рама, вот, и в горку, если куда-то ехать, то не напряжно, то есть, спереди три звезды, сзади девять, ну, конечно, это не 27 скоростей, как многие говорят, потому что, ну, естественно, вы не сможете ездить долго на большой задней, передней большой звезде, потому что у вас будет цепь наиск, и долго она так не прослужит, вот, естественно, как бы, там, нужно по соотношению передняя звезда, например, первые четыре, а передняя левая звезда, например, самая маленькая, первые четыре звезды, потом следующая средняя звезда, там про средние 5 звезд и большая звезда там передняя то последний вот эти вот маленькие 4 звезды то есть вот в таком порядке если ездит то в принципе цепь достаточно долго прослушать и не будет у вас на излом идти скажем так и не скрипит ничего этого не будет вот естественно смазывать надо его периодически как то есть также вот здесь хорошие принципе мне понравилась защита от масла на перо вешается это прозрачная такая вот тоже это она стандартно идет заводская пленочка такая наклеена 10 то есть не надо вот такие всякие кожухи какие-то вешать это все как говорится портит вид только вот такая в принципе достаточно не она незаметно и удобно далее но в принципе обязательно под бутылочку обязательно здесь держатель должен быть держатель то есть я взял специально такое они какие-то там навороченные потому что я влюблю в них засовывать литровые бутылки минералки там сока и так далее то есть вот то есть не то что вот обычно такие маленькие баночки там до полулитровые но бутылочки сует нет я сюда люблю то есть какие-то пол ну литровки там можно даже полторашку при желании засунку если вот она сюда не будет сильно упираться принципе можно вот такие толстенькие есть продаются вот очень удобно но сзади здесь конечно набор инструментов небольшой там ключи лежат и этот как его называется идет батареи у меня для вот этого фонаря для большого то есть но сейчас я в данный момент так все вы но у меня на зарядке они стоят здесь идет вот кабель вот вот кабель идет то есть вот он идет на вот этот большой фонарь а вот от этого фонаря идет вот здесь вот батарея то есть там идет восемнадцать шестьсот сорок он как-то так и называть 18000 там модель такие две две большие такие пальчиковые батарейки и принципе тоже надолго хватает вот вилка конечно регулируемая вот с фиксатором вот не его 10 то есть это можно заблокировать разблокировать вилку а здесь идет регулировка по этому самому по отбою то есть по натяжению точнее по натяжению пружины то есть как бы сильнее чтобы пружина то есть амортизировала либо плавнее вот то в принципе вот и все как бы себя все рассказал вот максимум что я на нем разгонялся с горы то где-то порядка 68 69 километров в час но здесь есть хорошие горки такие с хорошим асфальтом вот принципе достаточно стабильно идет а ну вот забыл что покрышки тоже стоят не родные это швальбы big apple именно не не фолдеры не фолдеровские идут некоторые складные а обычные то есть не складные покрышки вот баллонного типа почему именно такие выбрал они какие-то горные так далее во первых потому что они широкие и на них ездить мягко очень мягко ехать даже по всяким кочкам по горочкам там по бордюрам прыгать то есть амортизирует сами покрышки уже хорошо плюс вдобавок к этому они идут защитой от проколов защиты от проколов то есть здесь если какие-то там стекла или еще что-то то ничего им не будет но минус их в том что они весят прилично то есть одна покрышка по моему весит что-то около 600 граммов вот если фолдеровские они идут по 400 граммов каждая штука то эти по 600 примерно так весит я точно не помню надо смотреть там спецификации ну в принципе вот и все вот если будут какие-то вопросы задавайте в комментариях с вами был дэн то есть если кому понравилось подписывайтесь ставьте лайки ну и на канале вы найдете еще много интересных видео вот до связи